Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и давайте быстренько заценим Центуриона МК-5 Дроп-1. Перед этим сделаем маленькое отступление. Напоминаю всем, что после обновления зайдите в свои настройки. А сегодня у нас было обновление. И посмотрите, все ли у вас остановлено так, как надо. Допустим, слетает на максимум сразу громкость по музыке и по звукам. Но это не самое неприятное. Самое неприятное, что слетают настройки боевого чата. Они падают сразу на командный и общий. И в таком случае, если вы играете на Евросервере, вы не будете видеть сообщения от вашего совзводного и сами писать сообщения не сможете. Поэтому заходите в настройки, нажимайте «Выключен». И именно в таком положении вы сможете пользоваться боевым чатом со своим совзводным. Итак, по поводу настроек напомнило. Теперь возвращаемся к нашему Центуриону. Центуриона сейчас продают за 7500. Голого, просто машина и слот в ангаре. Также вы Центуриона можете купить в составе набора за 12500. Как покупать, решать вам. Все зависит от того, надо ли вам Т26Е5. Если же вы находитесь в раздумьях по поводу Центуриона за 7500, то скажу вам, забегая наперед. 7500 я лично считаю ценником слегка завышенным. И нормальной адекватной ценой на данную машину я лично считаю 7000 голды. Это вполне приемлемая цена для данного аппарата, с учетом того, как он отыгрывается, что он вам предоставляет по результатам боя. Ну и, короче говоря, принимая во внимание все нюансы по данной машине. А нюансов, я бы сказал, много. Первое, что необходимо отметить, он обладает очень бодрым, классным, веселым орудием. 5 секунд перезарядки с установленным оборудованием, амуницией, 2300 единиц ДПМа. Это с учетом того, что у меня стоит соответствующая оборудка. Прям переставить, допустим, на пробой, понятное дело, что упадет ДПМ, но переставлять на пробой нет необходимости. С вентилем кататься довольно-таки нормально. Пробоев 226 мне лично в основном хватает. Если вдруг чего, заряжайте голду и, в принципе, проблем у вас не будет с тем, чтобы проковырять своего соперника. 190 единиц альфы. Кто-то скажет, что это немного для среднего танка. Я бы согласился, если бы не факт времени перезарядки, времени сведения и разброса, которые крайне приятны на своем уровне. Угол склонения орудия вниз минус 10. Это очень классно, потому что он имеет довольно интересную броню по башне, которая неплохо отыгрывается. Да, пускай здесь по корпусу не все весело. 76 внизу и 127 в верхнем бронелисте. Но когда вы опускаете орудие вниз, отыгрываете от какой-нибудь неровности, вы находитесь вот в такой вот проекции по отношению к своему сопернику. В верхний бронелист он вам не забросит. Ваша пушка бодро будет склоняться над преградой. И, соответственно, нижний бронелист будет прикрыт, если вы умело сыграете. При этом все в башне. Есть обалденные приведенки. И центральная часть башни имеет целых 254 единицы брони. Если вы заберете маску орудия, которая дополнительно чутка там добавляет по броне, то все равно здесь будет 254 прямо вообще в круг по, я бы сказал, как это, лбу башни. Вот в отношении щек здесь тоже не особо проблемы есть. Вроде бы и 152, безусловно, мало, но с приведенкой 290. Поэтому, в принципе, если вот так вот грубо башню не отворачивать, чтобы в нее не получать, то в прямой проекции можно классно отыгрывать. Казалось бы, есть картонная комбашня. Но будем говорить откровенно, картонная комбашня, ее необходимо еще выцелить. Если мы посмотрим на машину, стоя в ангаре, в реальных ее размерах, а не в виде вот этой вот схемы бронирования, то вы увидите, что комбашня не такая уж и высокая. И выцелить ее, ну, крайне неприятное занятие. Ну, а что касается вот этой части, которая тоже светится желтым у нас на схеме, то здесь очень классный угол. И отсюда тоже происходят довольно-таки часто рикошеты. Да, безусловно, данная броня, в частности по башне, это не прям фонтан. Но это средние танки, ожидать от него, что она будет прям вот совсем великолепная, ну, не стоило бы. По бортам, конечно, все намного хуже, ну, и по корме, само собой, тоже. Что стоит отметить? Что данная башня, она требует умения ее использовать в боях. Это, во-первых. Во-вторых, не рассчитывайте на то, что это прям имба бронирования. Ну, и тогда вы не будете просто свой лоб подставлять под дополнительные удары по нему. Что касается сравнения с Сунтурионом первым, это проходная машина, я считаю, что это не совсем правильно, потому что машины, ну, не то чтобы принципиально разные, но очень сильно разнятся между собой. Как видите, здесь очень унылый верхний бронелист 76, точно так же, как и нижний. Напомню, у нашего премиумного товарища здесь 127 за счет вот этого добавленного листа брони. Кстати, прикольно придумали, молодцы, особо не заморачивались. Что касается башни, здесь тоже все немножко похуже. Во лбу башни М175, ну, и если доворачиваете, понятное дело, что пойдет на уменьшение. И если сравнивать, допустим, данную машину с другими, то сравнивая между собой два Сунтуриона, вы можете обратить внимание, что на 200 единиц больше заявленный ДПМ. Но поверьте мне, реализовать этот заявленный ДПМ, то еще занятие. Гораздо легче реализовать 2300 единиц ДПМа у Сунтуриона МК5-1. И, скажем так, я бы сказал, что более реальным ДПМом как раз будет ДПМ, заявленный у Сунтуриона нашего премиумного, а не у проходного. Ну, просто потому что данная машина более картонная, как мы с вами уже убедились, ну и, соответственно, гораздо меньше живут в бою. Что касается других показателей. Я в данную таблицу выбрал все машины, которые имеют время перезарядки меньше 6 секунд, ну или, допустим, 6.06 у Т-26Е4. Но не мог я его отсюда выбросить, все-таки быстрое КД. Все остальные машины на уровне, средние танки, имеют время перезарядки больше, чем 6 секунд, либо обладают барабанами. Именно поэтому я их в сравнение сюда и не брал. И вот если вы обратите внимание на всю вот эту выборку, то вы увидите, что Сунтурион, кроме проходного, обладает самым классным временем перезарядки. Меньше 5 секунд. Все остальные ребята имеют время перезарядки больше. При этом всем есть огромное количество машин, которые, безусловно, преобладают по ДПМу, и некоторые преобладают существенно. Но все-таки, ребят, ни одним ДПМом сыт будешь, поэтому то, что у них больше альфа на время перезарядки, безусловно, в их пользу. Но эта машина, я имею в виду Сунтуриона МК-5-1, машина для любителей быстро стрелять, и пускай даже с не очень большой альфой, но если вам в этом кайф, то эта машина однозначно для вас. Что касается сведения, как вы видите, есть ребята, которые бодрее сводятся, а есть кто и похуже, поэтому про разброс, про сведения говорить не будем, мы просто сейчас заценим это в бою. По подвижности. Огромное количество машин из выборки обладают лучшей подвижностью, чем у Сунтуриона. И порой, действительно, это ощущается, порой вот этой вот скорости немножечко не хватает. Что касается доходности, то 170%, понятное дело, что есть машины, которые будут гораздо больше серебра вам приносить, допустим, тот же самый Супер Першинг, или Першинг, как там правильно, Супер Першинг, по-моему. Но все-таки не одним только доходом необходимо заценивать машину, а смотреть на нее в целом. А в целом на нее еще можно посмотреть по результативности по победам. 57% и это, ребят, намного больше, чем у многих других машин на уровне. И в частности, среди тех ребят, которые очень часто стреляют. Здесь, я бы сказал, конкурентов в принципе нет. Максимально, кто приближен к нему, это товарищ с 55% Рамф Панзер. Но тоже, ребят, его катает не такое уж большое количество, и не такое уж большое количество игроков имеют данную машину. Да и, честно говоря, против этой машины, когда я выезжаю в бою, я не могу сказать, что она меня прям сильно смущает. А вот этот вот засранец, который имеет очень хорошую дырокол и точность, он действительно порой кровушки может довольно-таки неплохо попить. Вот такие вот технические характеристики по машинам, которые имеют быстрое время перезарядки. Если мы посмотрим с вами, в принципе, вообще на всю выборку, которая является собой, я бы сказал, даже не простыню, а такой себе размотанный рулон туалетной бумаги по длине, то обратите внимание, что 57% побед продолжает сохраняться довольно-таки не кисло по уровню. Есть, конечно, тот же самый Бураск, есть Лорка, есть АМХ-30, у них, да, существенно больше вопросов нет. Но если вы зайдете в самый конец, то обратите внимание, что остаются только Химера, есть Астрон Рекс и есть Объект 274А, вообще никому неизвестный на сегодняшний день нормально товарищ. Таким образом, получается, что в целом есть только 5 машин, которые преобладают по проценту побед. На вот это вот все, как я уже сказал, огромное количество СТ-шек на нашем с вами восьмом уровне. Ну что, нам ничего другого не остается, кроме как взять эту машину, выкатиться на ней из ангара и попытаться сделать на ней что-нибудь годное. Ну что, поехали. Единственное, что мы сейчас быстренько убедимся в том, чтобы мы попали в обычный простой бой, ну и попытаемся чего-нибудь сделать. Скажу откровенно, несмотря на то, что машина мне лично кажется довольно бодрой и довольно веселой, делать огромное количество постоянных побед и отыгрывать на ней ровно, ну не получается, прям постоянно. Говорить о том, что она будет играться с такой же успешностью, допустим, как, не знаю, та же самая Химера, я бы не осмелился. Но что-то прикольное и интересное в этой машине есть. Если вы нормально толково отыграете, если вам повезет с союзниками, то вы в целом будете вывозить нормальное количество урона за бой где-то в районе от 2200 до 2500. Ну я бы сказал, не то чтобы не напрягаясь, но не особо мучая свою спину и свои руки. Ну что, поехали. Как я уже говорил, подвижность у машины далеко не фонтановая. Все-таки не хватает ей подвижности. Пускай меня и долго бросало в бой, но как вы видите, я не сильно быстро несусь по карте и это не очень приятно. Сейчас попытаюсь проскочить. И поеду попытаюсь помочь Левчику. Точность очень классная, время перезарядки классное. Что касается сведения, тоже все очень бодро. Но покажись еще раз. Абсолютно спокойно выцеливаю его в крайне малую уязвимую зону, которую он мне сейчас показал. И, честно говоря, за вот это стоит поставить машине однозначную жесткую пятерочку. Действительно очень классно. Так, разбираем нашего брата-близнеца. Как вы видите, по бортам это картон безусловный. И чего-то бодрого от него ожидать вам не придется. Поэтому пытайтесь бортом не становиться. Так, давай, показывайся. Я, наверное, еще раз повторюсь... Сейчас, секунду. Я, наверное, повторюсь по поводу того, что данная машина, она, в принципе, подойдет и понравится в первую очередь тем игрокам, которые любят быстрый геймплей. То есть, быстрый не по передвижению, а быстрый по количеству выстрелов, которые вы делаете за бой. Вот если вам нравится часто стрелять, эта машина однозначно для вас. Если вам нравятся машины по типу СТГ, которые очень долго перезаряжаются, но при этом закидывают существенный урон, то, понятное дело, что Центурион машина не для вас. Забрали. Ладно, поехали. Не смог я сделать ни одного фрага, но давайте посмотрим на результаты по бою. Что у нас получилось и действительно ли данная машина отыгрывается ровно от боя к бою, мы с вами проверим путем того, что заедем еще в одну каточку, для того, чтобы, так сказать, закрепить полученную информацию, ну и, соответственно, иметь возможность плюс-минус честно говорить о ней. 1400 единиц урона для данной машины, в принципе, практически ни о чем. Она может гораздо больше. Что касается фарма, то по фарму серебра у нас получается Чистоганом 52 тысячи. Это, ребят, с установленным премиум аккаунтом в моем АКЕ, но это без учета каких-либо бустеров. Хотя есть, вот, пожалуйста, медалька, да, там какая-то. Но обратите внимание, кредиты сами. 61 тысяча. И за минусом 10 пополнения амуниции, то вот эти вот три практически ни на что не влияют. Фармит машина, в принципе, на своих 170% довольно неплохо. Что касается результативности по команде, то я занял среднячок. В целом, не рассчитывайте на то, что на Центурионе вы будете постоянно находиться в топе по урону. Все-таки это восьмой уровень. Есть более ДПМные машины на уровне. Уж тем более есть более ДПМные какие-нибудь там ПТшки и тяжи. Поэтому в целом вы будете в лучшем случае находиться где-то на там втором-третьем месте. Ну, если ваша команда хорошо отыграла, это была победа и были результативные игроки помимо вас. Если же вы будете одним из лучших, но при этом все, команда проиграет, то можете смело рассчитывать на первое место в команде по урону, но толку от этого уже будет маловато. Ну что, поехали. Попытаемся посмотреть, что сможем сделать. На дальних расстояниях машина отыгрывается просто великолепно. С учетом маленького разброса, с учетом быстрого сведения и с учетом очень-очень короткого КД на дальних расстояниях кого-то выцеливать и разбирать просто-таки милое дело. И честно говоря, я порой беру Центуриона, закатываюсь в бой и играю на позиции такой вот полу-ПТшки. Но это тогда, когда хочется просто спокойно заехать, отдохнуть и понастреливать. Кто-то скажет, что это неправильно, что необходимо на ПТшках отыгрывать как на ПТшках, а на тяжах как на тяжах. Я с вами, ребят, соглашусь. Но порой хочется вам просто расслабиться. Вот о чем я говорю по поводу того, что можно на дальних расстояниях очень классно и весело закидывать урон. Так, отъезжаем. Ну, божественно, ребят. Серьезно, божественно. В отношении точности просто супер. Раньше мне Центурион нравился гораздо меньше. Я не знаю, что произошло, но он начал играться как-то гораздо веселее, что ли. Ай-яй-яй-яй-яй, пропустил я вот этот вот момент. Пропустил я этот момент, пожадничал. Хотел порасстреливать. Ладно. Попытаемся ускорить время перезарядки. Это я косанул. С себя вины не снимаем. Тут действительно я немножко психанул. Мне надо было просто полностью свестись, и тогда вполне себе нормально было бы. Так, ладно. Надо подъезжать ближе. Попал в засвет. Надеюсь, что у меня сейчас что-то получится годное. Сведение. Есть. Вот она скорость сведения, которая действительно довольно часто решает. Ну, здесь уже, наверное, вопрос не к Центуриону, а просто к броне СМВ. Так, осталось трое товарищей. Нас четверо. Единственное, что есть Лёва, который полностью заряженный ХПшкой. Три на три сравнялись. Не хватает подвижности все-таки Центуриону. Вот сейчас бы чуть-чуть бодрее передвигаться, где-то как Прога 46-я. Тогда было бы немножко повеселее. А так получается, что пока я доеду, будет существенное провисание. Ну, вот нас осталось двое. Да, пускай Прога на трех снарядах, но все-таки не то. Уразение пробита. Главное же особо не перекатишься никуда. Так, чтобы прям вот взять, свалить и заехать куда-то в корму, я не знаю. Фартануло. Это был вот не больше, чем фарт. Прога 46-я, походу, сейчас сольется, я останусь один. Но оставаться с ней не было вообще никакого смысла. Вот серьезно. Просто бессмысленно было. Углы склонения. Решают? Да, ребят, я думаю, что решают и решают существенно. Так, прячем сзад. Так, чтобы сейчас в него не отхватить. Пробил. Пробил. Великолепно. Теперь у меня есть немножко времени на то, чтобы поиграться. Так, ну что, пока держимся. Прога красавчик, уже одного забрал. Сам понятное дело, я здесь не вытяну против этих двоих товарищей. Но если с поддержкой Проги, то я думаю, что шансы, какие-никакие, все-таки будут. В любом случае, за одну плюху меня точно не заберут. Так, что-то мне подсказывает, что этот товарищ сейчас вот здесь будет выезжать на меня. Есть, нету. Две минуты боя еще. Время есть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не поехал заезжать в корму, это крайне удивительно, потому что я бы на его месте сейчас подтянулся на горку с другой стороны. В принципе, расковыряли бы они меня вполне спокойно. Обидно будет сейчас слить, вот серьезно. Шансы есть, реально есть шансы. Так. Нет, 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 блин. С пробоем, зараза. Ну, давай, довернись чуть-чуть. Минута, ребята. 60 секунд остается. Блин! Надо было, надо было уезжать. Ладно. Сейчас я немножко успокоюсь. Простите, пожалуйста, адреналин немножечко захлестнул. Но мы делаем обзор. Обзор честный, и вся правда должна быть. Да, безусловно, может я здесь не совсем прям великолепно сыграл, но 2650 единиц урона мог добрать двух этих товарищей. Моя ошибка, мне необходимо было не бодаться дальше с ними, а спуститься, наверное, с горки, заехать как-то сбоку и попытаться сбоку их разобрать. Но, знаете, после драки кулаками не машут. Результат по бою, понятное дело, первое место в команде по урону. Что касается результатов фарма, то с учетом того, что я использовал огромное количество голды, мне уже очень сильно хотелось победить, то, понятное дело, что у меня фарма как такового не получилась. Ну, а что касается кредитов, которые я заработал, то 60 тысяч в этом проигрышном бою. По-моему, довольно-таки неплохо. Брать или не брать Центуриона, здесь решать вам. Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле. Абсолютными минусами по данной машине является картонный корпус на этой СТ-шка и слабая подвижность. Ее действительно очень сильно не хватает. Основными плюсами являются орудие и бодрое бронирование башни, если вы грамотно будете этой броней пользоваться. Вот такой вот он, Центурион МК-5-1, который есть сейчас на продаже и который я считаю довольно-таки толковой машиной, которая может занять достойное место в вашем ангаре. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.